Девушки отдыхают Кстати, это рекорд за последние 10 лет Как в столице Сибири взять автомобиль в аренду поминутно? Насколько подорожают акцизные марки на сигареты и алкоголь? И сколько в Новосибирске миллиардеров? Подробнее об этом прямо сейчас В студии работает Елена Мирошниченко Здравствуйте 505 мультимиллионеров и 8 миллиардеров официально зарегистрировали в Новосибирской области Сегодня в налоговой инспекции больше 200 тысяч деклараций физических лиц И это только те, кто обязан отчитываться о своих доходах Индивидуальные предприниматели, нотариусы, конкурсные управляющие, адвокаты Головной болью для сотрудников налоговой по-прежнему остается аренда квартир Чаще всего этот бизнес неофициальный Жилье сдают без договоров, обязательные сборы не платят Из-за этого, по словам специалистов, региональный бюджет теряет по полмиллиарда рублей в год Чтобы выявлять теневых арендодателей, налоговики сотрудничают со всеми ведомствами и структурами власти Мы еще заключили соглашение с несколькими ресурсоснабжающими организациями Там смысл такой, что, конечно, это прежде всего, когда они осуществляют поквартирный обход По неплательщикам коммунальных платежей за предоставленные уже услуги Устанавливают тоже случаи, когда в квартире проживает не собственник, а лицо, арендующее данное жилье И тоже такую информацию от этих организаций получаем И, надо сказать, тоже еще и с МВД мы взаимодействуем через участковых полицейских Правительство повысит стоимость акцизных марок на импортный алкоголь и табак Проект постановления Минфина размещен на едином портале раскрытия правовой информации Акцизные марки на табак станут дороже почти вдвое И теперь обойдутся предпринимателям в 200 рублей за 1000 штук без учета НДС Стоимость фискальных квитанций на алкоголь предлагают повысить на 150 рублей Пока за них приходится платить 1700 А значит, импортные сигареты и спиртное станут дороже и для потребителей А сейчас о стоимости доллара и евро Официальные курсы медленно пошли вверх Доллар 56, евро 68 рублей Информация носит справочный характер и может расходиться с курсами в отделениях Автомобиль в аренду поминутно В Новосибирске впервые заработала служба каршеринга Чтобы взять машину, нужны права, паспорт и смартфон Кстати, водитель должен быть старше 21 года и со стажем вождения не менее двух лет Новосибирск стал седьмым в России городом В автомобиле специальные QR-коды Достаточно скачать приложение На дисплее телефона карта города и места стоянки машин В аэропорту и на вокзале больше, в спальных районах меньше С каждым клиентом компания заключает договор Очно в офисе и заочно через приложение С поворотом ключа зажигания включается счетчик 7 рублей в минуту Если ехать далеко и по пробкам, выгоднее взять такси А если дорога пустая, то добраться из центра до Толмачева можно за полчаса То есть за 210 рублей Минтруд намерен пересмотреть перечень профессий, запрещенных для женщин Прежде всего речь идет о вредных отраслях и железной дороге Пока машинистами могут работать только мужчины Но не исключено, что вскоре это изменится Цитата дня в деловых новостях Перечень надо пересматривать Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить Потому что условия труда улучшаются Но это не будет полномочиями работодателей И напоследок Китайская торговая площадка Алиэкспресс С 1 марта запускает в России Международную соцсеть клуб шопоголиков И биржу блогеров Там пользователи смогут обсуждать покупки И ставить оценки товаром На этом у меня все До встречи Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС В сервисе Перст-ТВ Субтитры создавал DimaTorzok